Рад приветствовать вас на нашем канале Империя Ножей. Меня зовут Максим, со мной вы уже немножко знакомы. Это Алина. Она новая на канале, она новая в ножевой культуре. Мы как раз подобрали немножко ножей из нашего ассортимента, чтобы сравнить вкусы и разобраться, насколько Алина разбирается в ножах. Что-то обсудить, что-то рассмотреть, отменяться мнением, так или иначе. Алина, привет. Всем привет. Максим, здравствуй. С чего мы начнем? Так, ну, начнем, наверное, с твоих, может, или с моих? Как сама хочешь. А мы, наверное, не сказали про загвоздочку о том, что я не ножеман. Соответственно, все вот эти видеоролики будут приправлены соусом в виде моих вопросов, которые меня будут интересовать и ответы на которые я не знаю. Да, Алина только-только у нас входит в ножевую культуру, только разбирается в всяких нюансах. И вот какие-то названия замков, какие-то детали самих клинков она не до конца понимает, поэтому мне приходится разжевывать. Я считаю, что это было достаточно интересно, как для начинающих ножеманов, так и для уже тех, кто находится в этой культуре достаточно давно. Как раз мы тут разобрали очень много разных ножей, которые между другом сильно отличаются, и есть о чем поговорить. Взяли, получается, по ножу от трех наших брендов, а именно от Северной Короны, НС Кастом и от Мистер Блейда. В данном случае я взял от Мистер Блейда нож, который мы сильно любим, настолько любим, что я сам себе такой же приобрел. Это моделька Style. Style у нас сделан из наилучших материалов, а именно рукоятка выполнена из титана. У нас здесь присутствует вот такая вот ставка инкрустация из марбл-карбона, такого вот хаотичного, приятного. Нож выглядит классически, дорого, богато. Также хочу отметить то, что у нас здесь достаточно дефицитная железка, а именно австрийская N90. Во всем узле у нас керамические подшипники, которые дают просто пушечную механику. Ну и, конечно, чтобы у нас фрейм не стирался, тут продуман аккуратный спрятанный сухарик, позволяющий работать за мку очень долго. Многие могут сказать то, что здесь не хватает клипсы. Я скажу так, есть много ножей такого же типа, которым клипса просто не нужна, ввиду того, что это джентльмен. Ну просто прикиньте, мы ходим в пиджаке, из пиджака будут торчать клипсы. Это выглядит, ну, не совсем стильно, а это Style. Он выглядит аккуратно, четко, сдержанно, поэтому я его и взял. Мне очень нравится его габарит и внешний вид. Ты сказал много непонятных мне слов, я просто как завороженная слушала про сухарик. Что это такое, я такого не слышала. Смотри, у нас здесь замок Frame Lock, то есть это плашка из титана, это замок. Сам по себе титан, он будет мягче, чем сталь закаленная. И поэтому, если у нас будет голый титан елозить по клинку, он будет истираться и замок просто начнет люфтить. Поэтому, если ты посмотришь, там есть небольшая вставка из стали. Вот такая вот, и именно по ней как раз клинок и ходит. Она запирается, механизм, и в случае, если она истирается, еще можно и заменить. То есть, из-за этого, ну, эта маленькая деталька, сухарик, позволяет замку служить гораздо больше. Так, а расшифруй для чайников сухарик. Это какое-то есть название другое? Название другого я просто не знаю, это как сам услышал. Я, честно говоря, вот насчет сухарика, это просто общепринятое понятие назвать сухарик. Потому что он просто сухо ходит, ну, достаточно два сухих материала, которые друг от друга трутся и долго не стираются. Позволяет работать с замком максимально долго. Так, понятнее. Да. Все, поняла. Так, какой ножик от Мистер Блэда выбрала ты? Я вижу, это Хелл Кэт. Естественно, это он. Да. Причем это Мини. Именно Хелл Кэт. Да, Мини. В цвете оливы. Конечно, на кармане на черном. Есть. Имеется. Вот. Он мне нравится вообще по всем, наверное, параметрам. Опять же, я не нажимал, да, отметим это. Мне нравится здесь хорошая сталь, да, Г-10. Мне нравятся здесь накладки из G-10. Мне нравится его силуэт. То есть, ну, силуэт балдеж. Другого слова не выдаешь. Ну да, он очень классно. Он очень такой прям, ну, слов не подобрать, честно. Мне очень нравится в красном исполнении с красным спейсером. Вообще, нож. Смотри, мы взяли оба ножи, которые у нас есть и которыми мы пользуемся. Расскажи про эксплуатацию. Насколько вот комфортно? Какие нюансы вообще? Что ты делаешь ножом? Вот ты только его приобрела, что ты уже успела им подделать? Насколько тебе удобно очень пользоваться? Я что-то серьезное им не делала, потому что у меня нет нужды применять нож для чего-то. Я им врезала, точила карандаш. Пока все. Я не так долго с ним хожу. Пока что привыкаю к тому, что ношу с собой каждый день нож. Привыкаю его крепить на карман себе, если они присутствуют на моей одежде. То есть, ну, мне нравится. Мне очень нравится просто даже банально им щелкать, потому что у нас у многих, да, ножи, это как фиджеты идут. То есть, пощелкать, получить удовольствие. У нас часто в офисе мы сидим и слышим звук щика. Согласен. Щик. Все по очереди, каждый там свой щелк. То есть, мне доставляет удовольствие этот нож визуально, по крайней мере. У меня насчет хелкета вот следующий вопрос. Нож достаточно крупный. Я просто сам лично люблю вот ножи достаточно компактные, чтобы кривок был не больше трех дюймов. Потому что, ну, в городе, я считаю, больше-то и не надо. А как вообще ощущается, так сказать, с собой такой достаточно крупный нож? Я вообще не чувствую, что он на кармане висит. Я, то есть, я человек, который не привык к этому делу. У меня обычно карманы пустые. Вот он у меня висит, и я про него просто забываю. То есть, я даже сажусь, он мне не мешает. Он не тяжелый. Прям максимально... То есть, тебе прям удобно? Да, удобно. Я вообще хотела большой. В принципе, я выдумываю. И версии побольше. Не знаю. Мне такое нравится. Так, ну, тогда пойдем по очереди. Следующий нож, который я выбрал, это ультрасев в расцветке черной с оливой. Это новиночка. Он появился недавно у нас. Краснозон выгрузился буквально недавно. Его я выбрал, потому что это достаточно брутальная модель. Интересная, тактическая. И тут как раз я решил собрать контрасты. То есть, что-то сдержанное джентльменское. Что-то классическое походное. И вот такое вот тактическое, брутальное. Тут, в данном случае, я бы его выбрал не с точки зрения практики. Потому что, скорее всего, регулярно каждый день в кармане я бы его таскать не смог. Но я бы его таскал с собой в рюкзаке. Он прочный, он надежный. Он выглядит просто офигенно стильно. Классно лежит в руке. И мне кажется, ему очень удобно будет работать в перчатке. Также отмечу, что есть у нас фреймлок. Тоже присутствует сухарик. А вот здесь сятое на клинке. И одно решение, которое выглядит интересно. И тоже практично. Это клип со двух сторон сразу установленный. То есть, интересно решение, которое я не так часто встречаю на складных ножах. И хочется подметить, что он целиком сделан в России, на Ижевском заводе. То есть, такой вот брутальный, мощный, качественный нож, сделанный в России. Еще и складный. Еще и складный, да. Что, в принципе, редкость за такой, ну, достаточно доступный ценник. Да. Мне тоже нравится. Очень такой технологичный визуал у него. Очень здорово выглядит. А еще интересно, что, да, с разных сторон он по-разному выглядит. Да. Мне он нравится. Особенность фреймлока, то, что металл как раз и G10. Еще лимитки будут по нему делаться. И делаются те же ГОСТы. Это все выглядит интересно и прикольно. То есть, ну, это прям такая вот стильная вещь. Стильная и практичная. Так, а у тебя на пенсии кастом? На киридаше. Киридаше я пользуюсь. У меня он уже, так, в эксплуатации более полутора лет. Мне он очень нравится. Максимально удобный. Я использую это в творчестве и в домашних каких-то работах. Мне иногда он нужен. Вот. Что еще? Здесь есть классный лайфхак. Мы можем удлинить немножко рукоять, если она нужна. Да, вставив в ножны. И причем держится достаточно крепко. Еще рекомендация, да. Открываем передашек. Не так, а вот себя и держа, чтобы не вырезаться. Потому что ноги так режутся. Я бы еще отметил, что можно открывать еще более безопасно, потому что тут на Кайдекс есть наплыв. К него можно большим пальцем пресс и вытолкнуть, да. Иногда просто очень туго стоит. Потому что вот моим полтора года я постоянно им пользуюсь. И Кайдекс никак не испортился. И очень как бы туго может там быть. То есть мне пальцем, например, вот не снять. Мне удобнее вытягивать. Плюс Максим меня связал. Да. Веревочками все это дело паракордом. Поэтому мне теперь снимать еще удобнее стало. Вот. Киридаж мне очень нравится. Маленький резачок, полезный. Выручалочка лежит в сумке, если его даже можно не найти. Потому что он такой маленький, тоненький, классный. Мне он очень нравится. Вот мне когда-то казалось, вот такое подтверждение стереотипа, что этот нож идеально подходит для девушек как раз. То есть его часто покупают в подарки своим дамам. И просто сами дамы для себя берут. Но я бы тоже для себя его взял, потому что это ухватистый, удобный ножик. У него какие-то мелкие работы, творческие те же, очень комфортно выполнять. Очень классно. Мне замена обычному бытовому канцелярскому ножу, который не очень симпатичный, вечно пластиковый, разваливается, еще что-то. Да, да, лезвие всегда менять приходится. Менять лезвие, да, и неудобно на самом деле. А тут у тебя всегда хороший... Это имиджевая история, он также практичный, и просто как аксессуар, он приятен сам по себе. Учитывая, что еще там расцветок и лазерных гравировок огромное количество. Да, шикарная лазерная гравировка, реально очень красиво. Меня очень впечатляет каждый рисунок. И люди собирают большие коллекции у нас. Часто в чате присылают фотографии, где есть вообще практически каждая, с каждым дизайном. То есть это здорово, можно прям повидать, эта коллекция. Вот такая история у меня от ANSI Custom. Так, ну и, конечно, российская классика. У нас здесь лежат вот такие традиционные материалы в виде корелки. И как раз 95х18, кожаные ножны. Это северная корона. После чего, по факту, начиналась вся эта история. У меня в руках моделька Матти, которая из себя представляет классический финский походный нож среднего размера. У него получаются спуски до середины, которые имитируют скандий спуск. Хотелось бы, конечно, оригинальный скандий спуск без подвода, чтобы он работал еще лучше. Удобная бочкообразная рукоятка, то есть ему будет комфортно, как нарезать продукты, ошкурить животных или просто строгать древесину. Я вот как раз такие вот, ну, финские птические ножи, люблю брать для древесины. Очень классно строгать. Корелка достаточно теплая. Она еще лаком пропитанная, не скользит, но и при этом влагу себя не впитывает. Выглядит классно. Ну и то, что я вообще-то люблю. Люблю всякие винтажные, традиционные вещи, кожаные ножны. Это просто отдельный стиль. Вот. Я думаю, в сканди-спуске тебе мало чего сказали. Да, я думаю, что могу рассказать. Смотри. В сканди-спуске я выяснила, что это такое. Это часть. Да, получается, у нас сама структура клинка идет следующим образом. То есть у нас есть обуха, от обуха есть просто плоскость, это голомень, и есть спуск. И ты можешь заметить, что здесь есть спуск, но и реющая кромка. Классический сканди-спуск, он точится в ноль без реющей кромки. То есть спуск сам представляет на себя реющую кромку. Из-за чего как бы у нас нет вот этих дополнительных граней, которые создают сопротивление при резе. То есть, условно говоря, если мы смотрим, у нас сканди-спуск, то это выглядит так, что у нас есть голомень, и сразу вот сама реющая кромка. Но если мы смотрим сюда, то у нас идет голомень, спуск, реющая кромка. Чисто если мы вспоминаем геометрию, то когда мы развязываем продукт какой-то, идет сопротивление. Здесь у нас сам по себе подвод очень тоненький, поэтому сопротивление будет минимальное. Но если бы мы сделали здесь оригинальный именно сканди, то он бы просто работал феноменально. Это не классно строгает, не классно режет. Там можно такие просто филигранные, аккуратные, деревяшки. Они работают классно, может быть. Но есть минус именно оригинальный на сканди-спусках. И уточить сложно. Это надо попадать идеально вот как раз в эту плоскость и вытачивать ее просто сразу. Ну то есть не всем подойдет, поэтому это не совсем логично. Ставить на нож, который пользуется популярностью. По-моему, мать это вообще имеет вес. Ну мать еще скажу то, что почему мне Петро Нож нравится, потому что очень сильно похож на ножи, получается, Хелли, Мартини. Это как раз это финские ножи, которые люди любят, которые любят вещи. Но они сейчас в России не завозятся официальных, привезти, изучать тяжело. Некий дефицит, и если их привозить, то не стоит там типа Увер Прайс. Эта же вещь у нас очень доступная, сделана хорошо. И вот просто гордость вызывает за то, что в России делаются такие хорошие ноги. Да. Все лучше трениться. Да. Так, бой нож. Так, у меня здесь идет комбо, чехол, да, для финтрека кожаный. И, естественно, финтрек. Здесь у нас АУС-10. Стоит тоже карелка, очень приятная, тоже теплая отмечу. Потому что, когда мы с людьми общаемся по поводу выбора материала на рукояти, есть из Микарты и G10. Люди выбирают, и всегда, как бы, предлагаю карелочку, обращаю внимание на то, что она очень теплая в руках. Это действительно плюс. Я по ходу не хожу. В лес я тоже не особо ходок. Но мне она нравится. Почему-то какое-то теплое на душе ощущение от этой карелки. Не знаю, почему я ее выбрала. Ассоциации с каким-то дедушкиным ножом. У меня вспоминает сразу дед, который рыбу нарезает после рыбалки, вот это очистит. Какое-то приятное ощущение, когда просто держишь в руках на него, смотришь. Мне он нравится. И я собираю от людей очень положительные отзывы, теплые какие-то воспоминания. Многие подходят и говорят, вот у меня такой есть. То есть любуются через витрину, говорят, какой красивый. У меня такой есть. И при этом все равно смотрят как бы с любовью. Мне нравится. Он складывается. То есть, по сути, мы, если поправь меня, если я не права, то получается, что мы просто сложили финку и сделали это очень хорошо. Да. Классический финский нож, просто мы его сделали складным. Сделали мы это в России тоже. Да. Соответственно. Есть чем гордиться. Да. Это как называется? Это замок называется Backlog. Backlog. У меня будет в голове, значит, я не настолько, не знаю, просто не стал озвучить. Да, здесь у нас Backlog сделан в России. На нем, как-то, написано. Да, вот прям на кнопке Backlog выглядит прям стильно. Да. Очень классный. Мне, я открываю, закрываю его двумя руками, возможно... Одной рукой его будет открывать прематично, только, наверное, как-то мучиться с инерционным открыванием. Даже попробуй, может получиться. Хочешь поэкспериментировать? Эксперименты рубрика. Ну-ка. Ну, почти. Ну, вот, в принципе, можно в теории открыть одной рукой, но это, кстати, в принципе, можно и легче сделать. Мне так не стоит попробовать. Ну да. Тут это у нас ногтевой зацеп, то есть только двурукое открывание изначально задумано, но если взять приспособы, которые, в принципе, тоже можно много где найти, просто шпинки, которые надеваются на обух, а потом большим пальцем можно его выталкивать. Даже так можно сделать? Я не знала. Да, такие вещи продаются отдельно. Я думаю, что у нас тоже будут появиться рано или поздно в нашем производстве. Это будет классно. И многим людям станет удобнее, и многим как раз начнут брать его еще больше, потому что многих останавливает то, что это двурукое открывание, это не всем удобно. В современности всех хотят флипперы, всех хотят шпинки, фронталки и автоматы. Флипперы выигрывают, сейчас идет популяризация. Сейчас очень популярны флипперы, потому что, опять же, как я уже говорила, это не только стильный аксессуар, инструмент, это уже и фиджет. Люди просто берут, мне кажется, щелкать. Вот мне в основной мазь, буду честной, мне классно просто им щелкать. Это мой нож, я его как бы... Я могу еще объяснить, почему флиппер так выигрыша на многих ножах. Как раз вот у нас отличные примеры этому, это что ультрас, что как раз хелкэт получается. У ультраса, конечно, есть еще один способ открывания, это именно вот такой вот долзи, который можно открывать, здесь же ничего нет. Так вот, рассмотрим на примере хелкэта. Многие ножи, особенно китайские бренды, любят делать как? Они любят делать и флиппер, и шпинек. Но если у нас будет торчать шпинек, у него есть следующий минус. Если шпинек выходит слишком далеко, а устава он выходит не так далеко. Это часто выходит в нарезающую кромку. И когда мы режем какой-либо продукт, он упирается шпинком и просто начинает заминать, не получается прорезать до конца этой части клинка, из-за чего, ну, длина клинка сокращается. Вот. Здесь же у нас нет никаких вот получается элементов выпирающих, у нас просто мы всей длиной клинка можем полноценно пользоваться. Также, помимо того, что флиппер удобен для открывания, зачастую, как вот, допустим, у хелкэта Алексей Детеров классно проработал, то, что это отличный упор под пальцы. У нас как раз мы можем полноценно упереться и палец не будет составить нарезающую кромку. В принципе, ультра-сайта также реализована. О, это точно для меня. Мне надо максимально защищаться от лезвия, то есть это максимально удобно. Но некоторые ножам как раз на примере стайла мы обстоят то, что упоры эти не нужны, потому что это нож у нас маленький, который мы как раз будем, скорее всего, браться ближе за клинок, чтобы подрезать, подковыривать, либо просто браться за него и резать. Нет, ну таким ножом мы не будем выполнять какие-то грубые работы. Не надо построгать, куда-то воткнуть. Конечно, и блесны не появишься. То есть это другая история. Для этого есть как раз мати, фентрек. Да, или ультра-сучас тоже. Мне нравится. Он стильный, позвольте. Стильно выглядит. Он аккуратный, он сдержанный. Линии простые, но четкие. И как раз мне очень нравится форма клинка, а именно шипфуд. Шипфуд у нас, как раз ты можешь обратить, почему шипфуд, потому что такой вот спуск идет, как бы, знаешь, копытца овечья. Вот эта вот форма называется шипфуд. Она часто встречается на кухонных ножах, на той же сантовку для овощей. И шипфуд интересен, ну, удобен тем, что именно что-то нарезать, рассекать как раз, потому что нету большого радиусаривающей кромки. Кромка почти прямая, как у Ворнклиффа. Интересно, ему удобно. Остре еще максимально укреплено, как раз именно спуском обуха вниз. Потому что, если бы мы сейчас его просто выпрямили вперед, сделали такой дроппойнт, то у него был очень слабый кончик и он бы легко обламывался. Мне очень нравятся вставки. Да. Еще есть также фиолетовый цвет. Я как раз фиолетовый взял, но просто не все любят яркие ножи, так же сильно, как я. Но вот эта история выглядит максимально классически. Если бы я не знал, сколько он стоит, я бы подумал, что он стоит 1050. Но он стоит достаточно доступный денег и сделан очень хорошо. Элегантный. Да. И в комплекте, кстати, к нему еще идет кожаный чехол. То есть, если у вас есть все-таки вопрос насчет того, как его с собой носить, не, допустим, не в внутреннем кармане пиджака, как все настоящие джентльмены, а хочется его потаскать где-то в кажуальном наряде, то есть там на пояс повесили чехол, заснули туда и таскаем спокойно. Это удобно. А ты как носишь? Я человек, постой, меня это не сильно волнует, у меня нет нужды в том, чтобы быстро доставать нож, он просто валяется в кармане с темляком. Я темляк нащупываю, достаю и все. Кстати, темлячное отверстие тоже классно реализовано, не мешает. Все даже хорош. Да, у нас никаких нет. Ну, короче, я могу вспомнить, бенчмейт Гриптилин, у него темлячное отверстие, оно смещено чуть дальше от торца рукояти, из-за чего темляк начает торчать последующим образом, это неудобно, он просто в руку упирается, не дает положить нож, удобно. Да здесь, смотри, даже здесь аккуратное отверстие. Да, тут даже не отверстие, это боночка. Оно максимально, да, здесь, здесь, здесь вообще как будто так и должно быть. Ну, Алексей молодец, Алексей, Алексей, мы все любим, он еще большой молодец. А здесь куда лезть? Здесь, нет, нет, сюда не повесим. Здесь у нас тоже темлячная бонка, и вот, мы нашли как раз то, что я считаю, не совсем удобно, потому что, если мы здесь плотно наяженном темляке, он будет торчать у нас вот в следующем уровне. Поэтому надо его более расслабленно вязать, чтобы он немножко висел и как бы шел по дуге самой рукояти. Чтобы чуть-чуть висел, понятно. Да. Ну что ж, я считаю, мы рассмотрели много хороших ножей, немножко ознакомили Алину с какими-то терминами, которые были и неизвестны. Подписывайтесь на наши соцсети ВКонтакте, Телеграм, следите, что у нас там будет обновляться, новинки у нас сейчас приходят регулярно, и покупайте ножи на наш Амазон. Ну, я вам попрошу. Пока-пока. Пока-пока.